Каждый год на две недели многие жители Китая теряют покой и сон. Во всех городах и селах страны запускают фейерверки. Сегодня последний день, когда их можно купить в пекинских магазинах. По предварительным подсчетам в столице продали около 200 тысяч коробок с пиротехникой. Цифры впечатляют. Правда, если не сравнивать их с тем, как отмечали начало года овцы, продажи петард и хлопушек упали на 25%. С теми, кто, несмотря ни на что, будет пускать юани на ветер, встретилась Ван Ю Дюанин. Она выяснила, что пока многовековой традиции с шумом прогонять злых духов ничего не угрожает. На открытии пекинской олимпиады ночь в соответствии с китайской традицией ненадолго превратилась в день. Так на весь мир проимела компания, которая производила фейерверки. Теперь эта фирма продается большей части пиротехники в Пекине. От добирая взрывоопасного товара здесь разбегаются глаза. Правда, простыми любителями пошуметь сюда нельзя. На птовый склад пускают только продавцов. Они лучше всех знают, что во время праздника весны будет взрываться над головами пекинцев. Сейчас немногие взрослые покупают пиротехнику для себя, но детям трудно отказать в удовольствие запустить фейерверк. Я не возьму простую хлопушку. От нее, кроме шума и вредного дыма, нет ничего. А вот таких фейерверков, которые раскрываются в небе как цветок, я обязательно возьму несколько упаковок. Чудеса, какие в небе устраивает каждый фейерверк, можно увидеть здесь же на экранах телевизоров. Самый дорогой товар почти 2000 юаней, около 300 долларов США. Однако тренд этого года богато, но недорого. Самый ходовой товар около 10 юаней. Производители фейерверков как могут делать свою продукцию доступнее. Вместо 36 залпов предлагают 28. Сейчас наши основные клиенты – это дети, поэтому для них мы делаем более привлекательный дизайн. Например, вот такие мечи. Вообще, в годы обезьяны у нас появилась новая коллекция, но мы предлагаем и проверенную временем продукцию. И все, что мы делаем, должно соответствовать экологическим стандартам. Если будете запускать фейерверки на праздник весны, вот здесь написано, какие правила вам нужно соблюдать. Полицейские на улицах призывают граждан соблюдать технику безопасности и предупреждают пиротехника опасно для здоровья. Запускать фейерверки, когда объявлены оранжевый уровень угрозы загрязнения, запрещается. Но самое главное – покупать только проверенный товар и хранить его в надежном месте. Люди должны покупать пиротехнику только в специальных пунктах, которые имеют сертификаты на продукцию, а сам товар нельзя держать рядом с огнем в ванной или на балконе. Дем, кто не верит словам, полицейские готовы показать пример того, чего не надо делать. Сейчас мы вам покажем, что будет, если взорвать некачественный фейервер. Полицейские каждую неделю останавливают грузовики с товаром кустарного производства. В честь успешной операции они устраивают салют из контрафакта, который видно за многие километры. Это один из официальных пунктов по продаже фейерверков, которые различны в Бикини. Таких торговых точек в китайской столице в этом году около 700. Для сравнения, в прошлом году их было чуть меньше тысяч. Купить бетарды и хлопушки можно долго 10 дней в году. Праздник шумит ровно через две недели после начала китайского Нового года. Бункты продажи фейерверков были установлены в жилых кварталах. В первый день бикингцы не спешили пускать деньги на ветер. Радовцы переживали, что взрослые с огнем наигрались. Пиротехникой интересовались долго дети. Бабушка, иди сюда, смотри, как круто! Я не могу отказать ребенку, но мы решили купить фейерверки, которые не сильно шумят. Ну и, конечно, вот такие высокие бенгальские огни. Но в первую праздничную ночь небо над всем Китаем все равно осветили миллионы праздничных огней. Пример оказался заразительным. Многие решили вспомнить о шумной традиции сразу после наступления Нового года. Им было чем занять свободную неделю. Я на этот раз купил немного больше, чем в прошлом году. Не жалко денег. Ведь запускать фейерверки можно только несколько дней в году. И хотя фейерверки теперь покупают меньше, Тау Лиан может быть спокойнее за свою фирму. Пока в новогоднем небе будут зажигать огни, такой бизнес в Китае не проголит. Я продаю фейерверки уже шесть лет, и каждый праздник весны я все время занят и не могу уделить внимания моей семье. Мне, конечно, грустно, когда я вижу, как люди вместе с родными запускают фейерверки. Но когда я вижу, как они красиво раскрываются в небе, мне становится радостно. Я горжусь, что могу подарить людям праздник.